Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по изображению. ШТРЕБУХ Всем привет, с вами Штребух, расхититель помоек. Ребят, я снова с подарками. И это обзор моих находок из помоечки. Я решил подарить вам вот эту замечательную картину, которую рисовала какая-то художница, которая выкинула её на помойку. Я ещё её даже не смотрел, я уверен, что она очень красивая. Так что, ребят, кому-то из вас эта картина достанется. А вы, по-моему, не забудьте мне скинуть фотки этой картины, потому что мне дико интересно, что там нарисовано. А условия розыгрыша предельно простые. Вам нужно просто поставить лайк под это видео и написать любой длинный комментарий и прикрепить никнейм своего инстаграма, чтобы я мог с вами связаться. Но всё, не буду томить, давайте засматривать то, чем меня порадовала в этот раз помоечка. Ведь помоечка радует, ребят, как обычно, я в шоке, ребят. Вот сейчас вы просто охренеете от находок. Зуб даю. Последний. В первый раз в жизни нахожу подобные очки. Работают они от двух батареек с помощью вот этого пульта. Вы посмотрите, как они круто светятся. Капец. Я их оставлю себе, для прикола буду их носить. С такими очками можно смело идти в клуб и отжигать там по полной. В любом клубе, ребят, я буду в этих очках королём танцпола. И в этих очках можно круто флексить на танцполе. Так что помоечка дарит клубное настроение. Нашёл рабочую кофеварку от бренда Siemens. Кофеварка, в принципе, в нормальном состоянии. Её нужно только лишь отмыть. Всё прекрасно работает. Кофе греет. Всё изумительно, ребятки. Продать её получится на Авито рублей за 300. А за 300 всего лишь потому, что она уже устарела. Старая кофеварка. Но зато полностью рабочая. Прямиком из помоечки. Так что, ребят, помоечка дарит заварной и бодрящий напиток с утра. И радует, конечно же, помоечка. Как обычно. Помоечка порадовала неплохим планшетом от бренда Lenovo. В комплекте с которым даже было две батареи, но они все с оборванными шлейфами. У планшета целый экран. Но он, к сожалению, без задней крышки. И батареи тоже нет. Шлейф оборван. Это очень обидно. Потому что планшет, в принципе, неплохой. Модель планшета на экране. Планшет продастся на запчасти. Так как целый экран и все платы тоже целые. Помоечка снова порадовала и в то же время обломала. Также была найдена вот такая материнская плата от какого-то ноутбука. К сожалению, от какого именно ноутбука эта материнка, я без понятия. Но если кто-то из вас знает, от какого ноутбука эта материнка, пишите в комментариях. На материнке отсутствует оперативная память. Но зато есть Wi-Fi модуль. Материнка, в принципе, полностью целая. Но вот кто-то из нее снял еще и процессор. Возможно, по этому номеру я смогу определить, от какого именно ноутбука эта материнка. А еще там была батарея от этого ноутбука. Также еще есть DVD-привод и вот такой вот провод для подключения жесткого диска. Довольно-таки неплохая находка, так как это все можно будет продать на Авито рублей за 800. Помойка, как обычно, дарит мне прибыль. Обидно, конечно, что ноутбук кто-то разобрал. И вместо целого ноутбука мне досталось вот это. А еще была найдена RGB-лента для компьютера. Я так понимаю, это RGB-лента для подсветки компьютера изнутри. Так как вот здесь даже есть небольшой пульт. USB-лента работает и работает она от USB. RGB-лента полностью рабочая. И с помощью пульта можно регулировать цвет. Неплохая находка. Оставлю эту ленту себе, пригодится для сбора компьютера. А еще помоечка одарила меня вот таким вот прикольным барабаном. Выполненным в форме вазы для цветов. Вот здесь натянута какая-то кожаная походу штука. Типа на нем можно как-то играть. Скорее всего его нужно зажимать между ногами. И что-то там выстукивать. В принципе неплохая штука. Можно идти с этим барабаном к метро и зарабатывать деньги. Но только я этим заниматься не буду. А продам этот барабан на барахолке рублей за 200. А еще была найдена вот такая неплохая женская сумка. В офигенном состоянии. От вот этого бренда, не знаю, что здесь написано. Валера Лабеш или Лабилю Лахуль. Не знаю, короче, ребят. Состояние офигенное. Замки все целые. Смотрится сумка довольно-таки неплохо. Внутри в изумительном просто состоянии. Внутри даже есть женская резинка. Идет в комплекте с сумкой. А вот и, кстати, сумка от бренда Ве Фабиано. Ну, я думаю, это какая-то залупа, ребят. Вон тут уже нитка торчит. На рынке, наверное, эту сумку кто-то купил. По-моему, поносил и выкинул. Продам эту сумку по-любому на барахолке. Рублей за 200, за 100. Дно, кстати, у сумки тоже целое. Сумка вообще отмыть ее и будет как новенькая. Офигенная. Был бы женщина, чтобы давно с ней ходил. И еще помоечка подарила. Чайник с подсветкой от бренда Дельта. Визуальное состояние у чайника хорошее. Продастся он на барахолке со свистом за 200 рублей. Ничего, в принципе, удивительного в чайниках нет. Я их постоянно нахожу. И за один поход на помойку я могу найти подобных чайников штук 5. Видимо, у людей чайники это расходный материал. Или, возможно, из-за небольшого количества накипи такие чайники выкидывают. Я вообще без понятия. Так-то чайник офигенный с подсветкой. Че еще надо? Работает. Почему его выкинули? Я вообще не понимаю. Было найдено два пылесоса. Первый вот такой большой, огромнейший просто. И он, кстати, крутой тем, что он безмешковой. Мусор скапливается вот в этой емкости. Пылесос в полном комплекте. Все работает просто изумительно. Пылесос на 1600 ватт. Модель Сайкинг. Подобный пылесос продастся на Авито рублей за 300. А вот этот пылесос уже поинтереснее. Потому что он довольно-таки компактный. Полностью рабочий. Модель пылесоса на экране. В этом пылесосе была когда-то длинная ручка вот здесь. Но ее уже нет. Она отломалась. Тем не менее, и без этой ручки можно пользоваться, допустим, пылесосить салон автомобиля. Мусор скапливается вот в этой капсуле. Данный пылесос купят на Авито рублей за 200. Помоечка дарит чистоту в доме. А еще помоечка порадовала меня большим количеством денег. Но, к сожалению, они все не настоящие. Это просто, ребят, билеты банка приколов. 5000 дублей. Блин, капец, как это обидно. Я думал, ну, наконец, мне фартануло. И я нашел деньги. Но опять не повезло. И помойка снова обломала. Я-то думал, блин, разбогатею, куплю себе нормальную машину. Это очень обидно, ребят. Если бы вы знали, что я тогда почувствовал. Какой же это был жесткий облом. Я надеюсь, когда-нибудь я все-таки найду настоящие деньги в большом количестве в помойке. Ведь по рассказам конкурентов, настоящие деньги в большом количестве можно найти в помойке. Ведь, допустим, представим на минуточку такую ситуацию. Какая-нибудь старая бабушка прятала за нычку в какой-нибудь мебели. Или где-нибудь в кармане, в каком-то плаще или в пофиг где. В итоге бабушка, к сожалению, померла. И это все кто-то, допустим, ее дети выкинули в помойку. И тут я такой оп, нахожу кучу вещей, проверяю карманы и бам, нахожу ее нычку. Когда же мне так повезет, я не знаю. Но, ребят, надеюсь, это когда-нибудь будет. Но это просто, ребят, небольшая мечта. А вот о чем мечтаешь ты? Напиши об этом в комментариях. Мне очень интересно. Ну, а я данные деньги оставлю себе. Пригодятся как реквизит для съемок. Ну, а в этот раз, наконец-то, помоечка меня порадовала айфоном 5С. Но тут же меня помойка обломала именно в том, что экран, ребят, у него был отсоединен и валялся отдельно. И, к сожалению, айфон не включается. Он полностью мертвый. Я его заряжал минут 30, пытался включить, но ничего не помогло. И это, ребят, капец как обидно. Думал, ну, наконец-то, блин, нашел очередной айфончик рабочий. Но он, к сожалению, мертвый. В экране я тоже не уверен. Скорее всего, он не работает. И, возможно, данный айфон плавал в воде. Так как плата у него какая-то подозрительная. Так что придется данный айфон продать на запчасти. Помоечка радует, но снова обламывает. Мау! Да, это очень обидно. Ведь данный айфон, в принципе, неплохой. И до сих пор им можно было бы пользоваться. Если бы он был бы рабочий, я бы его разыграл среди вас. Но, к сожалению, не фартануло. Поэтому придется его продать рублей за 400 на запчасти. Нашел очередной мини-компьютер. Ребят, я просто в шоке. Это уже второй мини-компьютер, который я нахожу. И он полностью рабочий. В мини-компьютере стоит 2 гига оперативки DDR3. Также стоит процессор Intel Celeron двухъядерный на 2,4 МГц. Из минусов, в этом мини-компьютере нет жесткого диска. Поэтому система не запускается. И BIOS выдает ошибку о том, что нет жесткого диска. Мини-компьютер от бренда Pegatron. Да, как видите, не запускается. Ну, конечно же, как он запустится без жесткого диска. Запитал мини-компьютер с помощью универсального блока питания. Этим же блоком питания я запитывал вот этот мой второй мини-компьютер. Помоечка радует мини-компьютерами. Данный мини-компьютер полностью рабочий. На нем нужно только переустановить Windows. Ну, а этот мини-компьютер уже точно посовременнее, чем этот. Потому что в нем, как минимум, есть USB 3.0. А также в нем есть HDMI. В моем втором мини-компьютере есть только DVI. А так они очень похожи. Даже одинакового размера. Очень обидно, конечно, что нет жесткого диска. Но это, в принципе, не проблема. Жесткие диски я частенько нахожу в помойках. Как только найду жесткий диск, обязательно его сюда вставлю. Накачу седьмую винду. И положу этот мини-компьютер в сюрприз бокс. Ведь этот мини-пк очень портативный и для учебы идеально подойдет. Ведь данные мини-компьютеры крепят назад монитора. А именно вот к этой части. На специальное крепление. И то есть, получается, с помощью этого мини-компьютера можно собрать моноблок. И не будет никакой вот такой жирный огромный компьютер занимать место на вашем столе. Вы посмотрите, насколько эти компьютеры меньше, чем обычный системный блок. В общем, ребят, крутой компьютер. Блин, что тут еще сказать. Помоечка. Дарит компьютеры. Первый раз в жизни, ребят, нахожу новую абсолютно картину. Она даже запакована вот с такой вот открыткой, где написано, пусть эта картина приносит удачу. А история о том, как я нашел эту картину, довольно-таки интересная. Мы просто рылись в помойке и тут оп, видим, женщина что-то выносит. И она нам сказала, что это картина. И она ее рисовала лично. Вот только почему она ее выкинула, я вообще без понятия. Кстати, картина в ширину примерно метр. Картина не особо маленькая. Я решил эту картину разыграть среди вас. С этой стороны распакую и подпишу вот здесь. Напишу от Штребуха, от пищеварительного гиганта. И подпишу имя того, кто выиграл и распишусь на ней. Так что, если хотите ее заполучить, просто поставьте лайк под это видео. Напишите в комментариях все что угодно. И прикрепите никнейм своего инстаграма, чтоб я мог с вами связаться. А итоги розыгрыша на эту картину подведем через 2 недели. В прямом эфире на моем канале. Так что, всем удачи. Ну так, ребят, через пакет видно, что там что-то крутое нарисовано. Типа, какое-то море или облака, я даже не знаю. Мне дико интересно, что там нарисовано. Так что, ребят, кто-то из вас по-любому увидит, что там нарисовано. Так что, вот, сфоткайте мне и скиньте в ВК, пожалуйста. Потому что очень интересно. Ну все, погнали дальше смотреть находки. Нашел целый набор чехлов для сидений, для автомобиля. По-любому для Hyundai Solaris. Состояние у них, в принципе, нормальное. Здесь целый комплект. И даже есть чехлы для подголовников. Здесь по бокам, конечно, затерто. Но, в принципе, это не особо страшно. Я бы эти чехлы поставил в свою тачку. Но, к сожалению, мы ее решили продать. И она уже стоит на Авито на продаже. Так что, эти чехлы я продавать не буду, оставлю себе. По-любому, в будущем куплю себе машину. И эти чехлы мне пригодятся. Ребята, вот эта находка, капец, какая интересная. Вы посмотрите, что я нашел. Руководство по приготовлению пищи в воинских частях. Офигеть, Министерство обороны СССР. А год этой книги 1980-й. Я думаю, это очень интересная книжка, которая продастся легко на барахолке. Рублей, наверное, за 100. Капец, тут все нарисовано. Очень люблю смотреть картинки вообще в любой книжке. Как видите, здесь нарисовано, как разделывать мясо. В принципе, полезная книжка для военнослужащих. Также были найдены какие-то документы вот этого человека. Фамилию, имя не буду показывать. Покажу только фото. Видно, этот человек еще очень давно вот здесь какие-то надписи рисовал. Бумага очень старая и пахнет, как старый жигуль. Также есть удостоверение Министерства обороны СССР. Профсоюзный билет. И контрольная карточка обучения вождению грузового и легкового автомобиля. Выпущенная в 1977 году. Какой же запах. У меня такое чувство сейчас, что я сижу в старом дедушкином жигуле. Офигеть. Блин, непередаваемый запах на самом деле. Не знаю даже, как его передать. Я думаю, вы понимаете, чем здесь пахнет. Помоечка дарит интересные находки. Я это все продам на барахолке. За копейки, но лучше это продать, чем выкинуть в помойку. Нашел армейский сухпаек. Но он, к сожалению, уже открыт. Тяжелый капец. Наверное, там все в наличии есть. Оказывается, сухпаек даже не просрочен. Интересно, что же там внутри? Ребята, тьфу, блин. Ну нафига? Кто-то в него пепельницу вытрусил. Посмотрите, сколько бычков. Капец, это нифига не приятно, блин. Теперь эта вся еда будет пропитана запахом табака. Ну а сухпаек, я так понимаю, в полном комплекте. Как видите, здесь есть говядина с зеленым горошком. Также есть пюре из яблок. Икра из овощей. Тевтели из говядины. Сыр плавленый. Кофе. Повидло яблочное. Ух ты, жевательные резинки. И даже есть непромокаемые спички. Ну и галеты. А еще есть разогреватель портативный. Капец, полный набор. Мне на самом деле пофиг на этот табак. Пусть там все и табаком провонялось. Но я обязательно это продегустирую на обзоре еды из помоечки. Не первый раз я нахожу армейские сухпайки. Но в полном комплекте еще не находил ни разу. Хотя, возможно, здесь чего-то не хватает. Я не разбираюсь. Ребят, если вы знаете, чего тут не хватает, напишите об этом в комментариях. Ну а данный сухпаек будет в обзоре на еду из помойки. Так что ждите его. Он будет, наверное, недельки через две. Нашел две крутые статуэтки. Эта статуэтка даже со звуками различными. Ну, типа лошадь закричала сейчас. Она абсолютно целая. Это, к сожалению, не антиквариат. Но статуэтки выглядят офигенно. Вообще кайф. А вот эта статуэтка выполнена в форме рыцаря. Типа он там на башне сидит. Здесь внутри есть магнит. Никаких пищалок в этой статуэтке нет. Я эти статуэтки положу в сюрприз-бокс для подписчика. Так как он в пожеланиях указал, что он собирает подобные фигурки. Ну а если бы не положил сюрприз-бокс, то эти статуэтки продал рублей за 400. Нашел гончарный круг. Полностью рабочий. Он даже был подписан. Детский гончарный круг. То есть с помощью этой штуки лепят из глины различные фигурки. Типа ковшики, там глечики или как их там вазы. Короче эта штука полностью рабочая. Она мне для обзоров находок пригодится. Работает от батареек. Здесь есть два режима скорости. Первая скорость вот такая. Вторая вот такая. Уже побыстрее. Нашел почти новый матрас. В коробке. Матрас с электронасосом. То есть матрас не придется вручную накачивать. А просто нажать нужно будет одну кнопочку и он сам накачается, так же сам вздуется. Матрас от бренда Bestway. Почему я подумал, что он почти новый? Да потому что состояние у него просто офигенное. Возможно им всего лишь один раз или два раза попользовались. Вместе с матрасом даже есть инструкция. Также здесь была какая-то записка с номером телефона. Но я его палить не буду. Продам данный матрас на авито рублей за 400. Или на барахолке рублей за 200. А еще нашел вот такие изумительные старые деревянные костыли. Я не знаю, почему эти костыли выкинули. Они абсолютно целые. Надеюсь, мне подобная находка никогда в жизни не пригодится. Продам эти костылики на авито рублей за 500. Кстати, братва, с помощью этих костылей можно неплохо заработать денег. Взять картонку, маркер и идти с этими костылями к метро. Написать, что, мол, ноги не ходят. Можно столько зарабатывать. Таких очень много людей, которые обманом таким образом зарабатывают. Но я не из таких, поэтому я так делать не буду. И вам не советую. А еще нашел батарею. Первый раз нахожу батарею в помойке. Тем более офигенную, такую современную. Батарея от бренда Purmo. Внутри она, конечно, грязная. Но самое главное, что внешне она офигенная. Полностью целая. Регулировка температуры крутится. Резьбы на батарее не сорваны. В офигенном состоянии. Я вообще без понятия, ребят, почему ее выкинули. Я думаю, подобную батарею можно будет продать на авито. Рублей за 900 как минимум. Если не дороже. Так что помоечка дарит прибыль. На металлолом такую батарею сдавать нет смысла. Так как ее продать можно будет. За 1000 или за 900 рублей. Я же не лох, ребят, такое сдавать на металл. А был бы у меня б свой дом, я б себе эту батарею оставил. А вот такое я нахожу первый раз в жизни. Я нашел детскую качель подвесную. И вы посмотрите на ее состояние. Она как будто новая. Ничего не порвано. Все полностью целое. Блин, хоть бери прямо сейчас за эти петельки ее подвешивай к потолку. И на ней кататься можно в гараже. Типа, круто. Возможно, эту качель даже подвешивали когда-нибудь в квартире. Но пользовались ей, наверное, вообще немного. Она вообще как новая. Я в шоке. Подобную качель продам рублей за 500 на авито. Ну а если бы у меня был бы частный дом со двором. Я бы во дворе к дереву бы ее подвязал. Качался бы на ней и кайфовал. Но я, к сожалению, живу в квартире. Поэтому эту качель мне придется продать. Очень обидно ее будет продавать. Так как я в детстве мечтал о такой качели. Но у меня такой не было. И никто не покупал. Мне только лишь приходилось искать веревки где-то. И делать самодельную. Типа тарзанку. Ну а если бы у меня такая качель была. Я бы был бы на седьмом небе о счастье. Надеюсь, ваши родители, ребят, вас радуют подарками. Но меня никто не радовал. И кстати, я с шести лет начал ползать по помойкам. И не думайте, что от хорошей жизни. Просто мне никто не покупал игрушки. А мне надо было играться. И где-то их брать. И приходилось рыться на свалках. Нашел зарядку для Mi Band. Надеюсь, рабочие оставлю себе. Так как Mi Band'ы я нахожу частенько. Также нашел медный проводок. Пойдет на медь. А еще нашел вот такую вот офигенную пробку. Которая одевается на бутылки. Здесь открывается крышечка. И можно из этой штуки заливать какие-то сиропы. Короче, крутая штучка. Заберу домой. Также нашел примерно пол банки. Флюоресцентной краски. Акриловой. Красной. Возможно, она мне пригодится. Оставлю себе. Нашел неплохие зимние ботинки. От бренда Kajilla Fashion Sport. Вы посмотрите на их состояние. Они вообще почти целые. Вот здесь немножко потерлись. И все. А так абсолютно целые. Подошва целая. Не стерта. В офигенном состоянии. Я в шоке, ребят. Буцки походу женские. Размер 38. Внутри они тоже не порванные. Офигеть. Помоечка, как обычно, хорошо бывает. И утепляет на зиму. Продам эти буцки рублей за 300. На Авито. Со свистом. Нашел крутой потолочный диодовый светильник. Но, к сожалению, вот здесь был блок питания. И он, видимо, сгорел. Его сняли и выкинули. Так что светильник без блока питания. Капец, в нем очень много светодиодов. Я этот светильник оставлю себе. Я думаю, в будущем у меня получится его запитать с помощью вот этих контактов. Нужно будет только лишь подобрать блок питания. Так как данный светильник можно будет использовать для съемок. Нашел вот такие прикольные плоскогубцы. Они еще и карманные. Очень маленькие. Раскладываются. Выполнены в форме брелка, что ли. От бренда SwitchTech. Блин, видно, что эта штучка очень качественная. И не думаю, что они когда-нибудь сломаются. Офигенные карманные плоскогубцы и отвертки. Оставлю себе. По-любому когда-нибудь, да и пригодится. Повешу на брелок для ключей. Помоечка дарит карманные плоскогубцы. Посмотрите, какие они маленькие. Блин, капец, крутая штучка. Помоечка порадовала меня неплохим самолетом. Сверху которого даже стоит вертолет. Этот самолет был найден в этой коробке. И, к сожалению, он почему-то нормально не работает. По идее, вот эта вертушка должна крутиться. Она не крутится. И вот здесь не хватает детали. Ну а так, на вид самолет, в принципе, целый. Я думаю, получится его продать на барахолке. Рублей, наверное, за 100. Прикольная находка для детей. Также есть вот такой обруч массажный. От бренда Актико. В коробке полный комплект. Он как будто вообще новый. Продастся на барахолке рублей за 50. Также есть, ребят, переносной горшок для ребенка. Вот, как видите, с ним хорошо очень на природе гулять с детьми. А горшок, кстати, абсолютно новый. Это видно по его состоянию. Возможно, конечно, им, может, один раз попользовались. Но это фигня. Самое главное, что вид у него просто идеальный. Подобный переносной горшок стоит новый тысячи полторы. Ну а я его продам рублей за 200. Неплохая находка для семьи. Я думаю, это, скорее всего, очень быстро купят на барахолке. А еще была найдена вот такая вот огромная книжка. Энциклопедия мудрости тысячелетий. Здесь очень много написано различных мудростей. Возможно, эту книжку кто-то купит на барахолке. Я уже проверил все страницы, денег в ней не оказалось. Вот, допустим, мудрый, не видает печали. Или вот, допустим, беспричинная ссора, вот признак глупости. На самом деле, если эту книжку всю прочитать, можно создать паблик ВКонтакте и заливать туда все эти мудрости и прикреплять картинки. Ну а я этим заниматься не буду, а просто продам эту книжку на барахолке рублей за 100. А еще недельки за две я накопил вот такую коробку с различной бижутерией. Я уже все проверил, там золота и серебра нет. Данная бижутерия отлично продастся на барахолке. Возможно, даже кто-то всю эту коробку купит. Самое крутое, что мне понравилось среди этой бижутерии, так это вот эта цепочка. Как у современных рэперов. Типа, йоу, камон, респект, йоу. Ну а по сути, здесь ничего абсолютно ценного нет. И все это продаться на барахолке за копейки. А еще было найдено большое количество сим-карт Тинькофф Мобайл. Коробки от сим-карты даже есть скрепка. Сим-карты абсолютно новые, все запечатаны. Здесь их примерно штук 25. Правда, что с ними делать мне теперь, я даже не знаю. Буду вложить их, наверное, в сюрприз боксы, может кому-то пригодятся. Так как с помощью этих сим-карт можно будет заказывать пиццу со скидкой. Или получать какие-то скидочные купоны. На самом деле, я не понимаю, где здесь номер телефона написан. Потому что здесь его нет. Буду думать, что мне с ними делать. Нашел, ребят, рисованную картину. Вот такую вот маленькую, прикольную. Рисунок, кстати, довольно-таки классный. И он, если что, реально нарисован. То есть, это не какая-то там печать. Я думаю, подобную картину купят на барахолке со свистом. Рублей за 300. А еще нашел вот такую книгу, которая называется «Книга, которой нет». Прикольненько, прикольненько. Нужно будет почитать. Хотя я читать не особо люблю. Но вот эта книга меня заинтересовала очень сильно названием. А еще есть рамка с фотографией. Возможно, вы даже знаете этих людей. И если вы их знаете, напишите об этом в комментариях. Скорее всего, эта девушка разошлась с этим парнем и выкинула эту фоторамку вместе с фотографией. Продам эту фоторамку на барахолке рублей за 50. Осмотрим мелкие находочки. Их накопилось немало. Во-первых, есть вот такие кроссовки D-Mix. Немного сбоку порванные, но так-то, в принципе, целые. Их можно будет продать на барахолке рублей за 50. Также есть, кстати, вот такие крутые кроссы на вид. От бренда Warcout Extreme. Вот, они, кстати, почти целые. Только вот здесь, видите, на изгибе они немного порвались. Но это, в принципе, не критично. Самое интересное, то, что кроссовки смотрятся офигенно. Я думаю, их можно будет продать рублей за 80 на барахолке. Размер, кстати, 42. Также есть вот такие джойстики для первой Dendy. Ребята, они вообще как новые. Вот реально, посмотрите. Даже вот такая наклейка. Стоп, стоп. Это китайская залупа, подделка. Видите, на наклейке 2018 год написан. Быть такого не может, чтобы это были родные оригинальные джойстики. Потому что эту приставку выпустили, я не знаю, в каком году, но очень давно. Также есть еще вот такой пистолет. Вообще все новое. Продаться это все на барахолке. Также есть депилятор Philips, но в зарыганном хлам состоянии. Есть духи женские вот такие. В них, кстати, пшикалка не работает. Ну, продадутся на барахолке. Также есть шланг для кальяна. Новый монопод, селфи-палка, ребят. Прикольно, даже с пультом. Самое интересное, что абсолютно новая. Ложка для обуви, кстати, неплохо смотрится. Так прикольно. Вот такой тросик. Не особо толстый, конечно. Но, в принципе, его можно использовать. Правда, хрен его знает для чего. Также есть вот такой кошелек красный. Так, еще есть вот такие, ребят, найки оригинальные из старой коллекции. Они вообще полностью выполнены из какой-то тряпки. Вид у них, конечно, не особо крутой. Их нужно отстирать, и, возможно, это получится сделать. Хотя я сомневаюсь. Найки 43-го размера. И, кстати, оригинальные полностью. Это даже видно по стельке. Прикольные найки. Они полностью целые, но вот из старой коллекции смотрятся они не особо круто. Возможно, кто-то купит на барахолке рублей за 100. Также есть вот такие мужские туфли. Кстати, состояние более-менее нормальное. Размер 45-й. Также есть чаша для кальяна. Только вот здесь небольшая коцка на ней есть. Возможно, я даже знаю, чья это чаша для кальяна. Моего друга. По-любому это он выкинул. Потому что у него была такая же чаша и тоже со сколом. Я ему еще сказал, что, типа, чувак, продавай ее нахер. Потому что из-за этого скола она не дуется нормально. Еще есть вот такой блендер от бренда Клатроник. Но, к сожалению, здесь поломана насадка. Страшный звук, да, ребят? Ну, а если снять насадку, то этот блендер работает нормально. В общем, продастся на барахолке рублей за 50. Из самого ценного в этой куче есть только вот эти ручки от бренда Апекс. Абсолютно новые, ребят. И вот крепление к ним. Ручки вообще крутые. Такие стоят у нас в подъездах. Легкая такая, крутая ручка. Вот вторая в упаковке. А еще есть 7 вот таких штук. Это упор дверной. То есть вот эта хрень прикручивается к полу. И при открытии двери, дверь бьется об эту резиновую штучку. Эти штуки, блин, абсолютно новые. И от дорогого бренда. Я в шоке, блин. Почему это выкинули? Я вообще не понимаю. Все эти штуки были вот в этой красивой коробочке. Засуну это обратно и продам на барахолке каждую по 50 рублей. Также есть крыло для велосипеда. И вот такой вот очень старый насос с замотанным шлангом. Возможно, его даже на барахолке кто-то купит. Может, коллекционеры или даже те, кто хочет серьезно этим насосом что-то накачать. Потому что он работает очень херово. Ну, еще одна крутая находка. Это вот такой женский кошелек. Он, кстати, на вид вообще как новый. В офигенном просто состоянии. Вместительный такой. Классный кошелек. Мне он нравится. Был бы я женщиной, я бы с ним ходил. Ну, и в принципе, больше ничего здесь интересного нет. Но, к сожалению, ребят, этот обзор находок подошел к концу. Не забудьте поучаствовать в розыгрыше. На вот эту картину предельно простые условия. Просто поставьте лайк для поддержки. Даже если вам эта картина не нужна. Напишите комментарий. Прикрепите свой никнейм инстаграма. Встретимся в следующих видео. С вами был Расхититель помоек. Вы, ребят, узерцали то, что можно найти в помойке. Я надеюсь, вы вдохновились мной. И не будете повторять за мной. Потому что это предельно опасно. Посмотрите вот эти видео. А также подпишитесь на мой канал. Увидимся. В скором времени. Обязательно. В следующих видосах. Как видите, ребят, я стараюсь, выпускаю два видоса в неделю. За это, я думаю, я заслужил как минимум лайк. Всем пока.